Зимой без снега на дорогах Иркутска. Все благодаря новой коммунальной технике. Подробности мы расскажем в этом выпуске. Начиная с весны, 20 человек потерялись в лесах Забайкалья. Какие меры предосторожности нужно принимать грибникам, расскажем в программе «Середина земли». Эфир телеканала ТВКОМ продолжает международная программа «Середина земли». В этом выпуске жители и гостей Республики Бурятия с событиями при Ангаре познакомят мои коллеги, корреспонденты из Иркутской области. В студии работает Анна Лесик. Здравствуйте, мы начинаем. По Иркутску будут ходить новые автобусы и городские улицы также будет убирать новая коммунальная техника. Два крупных городских предприятия обновили транспортный парк. Подробности в том числе технические у Таяны Немаевой. Эта техника первой вступит в борьбу со снегом и гололёдом. Комбинированные дорожные машины, модифицированные КАМАЗы оснащены отвалами, щётками, оборудованием для разбрасывания противогололёдных материалов в песко-соляной смеси. Объём кузова стал на 10 тонн больше. Двигатель мощнее на 100 лошадиных сил. Внутри в кабине всё сделано так, чтобы водителю было удобно. Панели сейчас по-другому стали, сиденья по-другому. Ну и всё под рукой. Раньше было тянуться надо было, а здесь сейчас всё, куча вместе, рядышком. Обновление автопарка спецтехники назрело уже давно. Планы по закупке реализуют постепенно. Сейчас Иркутск автодор закупил к зиме шесть комбинированных дорожных машин и два трактора. Эта техника была очень важна, потому что у нас в городе протяжённость улиц около 600 километров. И когда обильные снегопады, они сейчас будут очень востребованы. Обновление парка и в Иркутской автотрансе. На площадке стоят 10 новеньких пазов 2015 года выпуска и два больших лиаза. Этот автобус от своего предшественника отличается более низкой посадкой. Двигатель и ходовая система стали надёжнее. Это тоже очень удобная техника. Они у нас и садоводческие закрывают, и длинные маршруты. И водителю удобно работать. Видите, говорят, и ходовая хорошая. Замечательная. Это уже третья партия автобусов, которые были закуплены в этом году. Всего приобретено 46 единиц пассажирского транспорта. Мы потихонечку выполняем программу. Стараемся шаг за шагом приводить наше хозяйство, городское хозяйство в то состояние, когда мы будем чувствовать себя комфортно. И работники жилищно-коммунальной сферы, и жители. И всё равно мы к этому придём. Самое главное – не сбавлять шаг, не сбавлять темп. Пазы будут ходить в основном по 37-му и 55-му новоленинским маршрутам. Два лиаза пустят в Марата. В следующем году планируется поставить большие автобусы на садоводческие маршруты. По потребностям мы, естественно, расширяемся. У нас просто Новоленина и Иркутс-2 самое большое количество маршрутов мы обслуживаем. Поэтому, естественно, больше процентов базы находится на Новоленина. До конца года в областной центр должны подойти ещё 10 новых пазов и 4 ляза. В 2017 году будет закуплена партия из 20 автобусов большей вместимости. Первый рейс. Новый транспорт отправится в понедельник. Туяна Немави, Евгений Шарыпов, Середина земли, Иркутская область. И в продолжение темы. Без медицинского осмотра к управлению транспортом не допустят. После ряда ДТП с участием маршрутных автобусов в Иркутске ужесточён предрейсовый осмотр. Возможное наличие запрещенных к употреблению средств у водителей вместе с инспектором искала и наша съёмочная группа. Водитель автобуса номер 37 Николай Фролов – последний, кто сегодня получает путевой лист и проходит обязательный утренний медосмотр. Все коллеги уже на линии. Тест на содержание алкоголя. С этим у Николая всё в порядке. Алкотестер показывает ноль. Давление 120 на 80. Все остальные показатели тоже в норме. Температура-то обязательно. Это же слабость у человека. Недомогание обязательно отстраняем. И давление тоже. Это же, естественно, головная боль беспокоит. Там всё обязательно отправляем к терапевту. Осмотр завершён. На путевом листе Николая ставится отметка, означающая, что к выходу в рейс он допущен. Теперь очередь транспортного средства. Это сфера ответственности контролёра технического состояния. Проверяется работа всех систем. Фары включи. Дворники. Люфт, рулевая тормозная система в норме. В салоне есть огнетушитель и две аптечки. Всё как положено. На путевом листе ставится вторая отметка. Я считаю, что для безопасности это не уходило. Может, человеку плохо, а он поехал на линию. То есть есть наличие медика, печать медика, механика, что автобус исправен. Процедура стандартная и обязательно занимает в среднем полчаса. Каждый день, прежде чем выйти на дороги областного центра, её проходит каждый водитель предприятий Иркутск Автотранс. У Николая Фролова начался рабочий день. Доброго пути. Мы рассказали значимые факты и показали яркие события при Ангаре. Информационная программа «Середина земли» продолжается. И к нам присоединяются коллеги из Забайкальского края. Здравствуйте. Чем вы готовы поделиться со зрителями сегодня? Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях нашего региона расскажу я, Юлия Тимошенко, и мои коллеги-корреспонденты. Этап чемпионата Сибири и первенство Забайкальского края по автокроссу пройдет 25 сентября на новой трассе возле аэропорта в Чите. Новая трасса готова к соревнованиям. Сейчас на ней проходят тренировки. Предварительные заявки на участие подали 54 гонщика из Читы, Шилки, Иркутска, Шелихова, Братска и Улан-Удэ. Ну а теперь перейдем к другим новостям нашего региона. Сообщить родным, куда вы отправляетесь, зарядить телефон, взять дополнительный аккумулятор, не надевать камуфлированную одежду. О таких простых правилах зачастую забывают забайкальцы, которые отправляются в лес за ягодами и грибами. Начиная с весны, известно 20 случаев, когда люди, находясь в условиях природы, теряли ориентир и не могли выйти к населенным пунктам. Больше всего таких ситуаций возникало в Читинском и Улетовском районах. Подробнее в сюжете. В экстренные службы продолжают поступать сообщения о пропаже людей. Все они ранее отправлялись в лес за ягодами и грибами, но выйти обратно в населенные пункты не смогли. Один из последних случаев произошел в Бургене. Волонтеры поискового отряда имени Кости Долгова выезжали на место и прочесывали лесные массивы. Мужчина 39-го года рождения и женщина 59-го года рождения, они уехали по ягоду на автомобиле УАЗ, так называемая в народе таблетка бежевого цвета. После 3-го сентября они уезжали, насколько мне известно, на двое суток туда. Начались проливные дожди, то есть дороги размылы. По данным мне информации, их автомобиль просто увяз, и они все это время пытались его вытащить. Мы подключились в количестве 18 человек. На следующий день после нашего принятия участия в поисках пропавшие выбрались сами и вышли на связь. К посещению леса нужно ответственно подготовиться, далеко не уезжать и обязательно сообщить родным, куда вы отправляетесь. Зарядить телефон и взять дополнительную батарею, а на месте обращать внимание на ориентиры. Очень хорошо помогает. Мы один раз сталкивались с таким случаем, когда вечером заблудился человек, не вышел. Родственники, не дожидаясь организации крупномасштабных поисков, съездили в город, купили большую батарею салютов новогодних фейерверков. Вечером, когда немножко стемнело, они ее подожгли. Она начала очень высоко и шумно стрелять. И через два часа уже по темноте заблудившийся их родственник вышел именно в то место, где они запускали салют. То есть это очень эффективный метод оказался. Также специалисты советуют, отправляясь в лес, надевать яркую одежду в камуфлированной. Обнаружить потерявшегося человека гораздо сложнее. Марина Герасимова, Сергей Ручков, Середина земли, Забайкальский край. К столетию великого джазмена нашего земляка Олега Лунстрыма в Чите выпущена книга об истории его семьи. Презентация издания, написанного по документам Фонда государственного архива Забайкальского края Людмилой Корчановой, прошла во Дворце молодежи. И как сказал музыковед Баташов, и кто бы мог подумать, что именно 2 апреля 16-го года в Чите родился российский джаз. Кто бы мог подумать. История забайкальской жизни семьи Лунстрымов началась в 1901 году, когда в наш край приехал дед Олега Леонидовича Франц Карлович. Информация о 20-летнем пребывании семьи в документах сохранилась в архивных фондах и затрагивают несколько поколений. Дед Олега Лунстрыма приехал работать лесничим сначала в Нерчинский завод, а потом в Читу, будучи вдовцом с двумя детьми. Леонидом, отцом будущего знаменитого джазмена, и его сестрой Еленой. Я считаю, что это была обычная дружная семья. И я уже давно пришел к выводу, что в дружных семьях всегда порождают хороших, добрых детей. Я, например, только в Чите узнал, что была такая республика ДВР. Отец заведовал всем отделом культуры Дальневосточной республики, которая простиралась от Байкала до Амура. Сведения о рождении самого Олега Лунстрыма автору книги Людмиле Корчановой удалось найти в документах фонда церкви Забайкальской области. Кроме документов, которые хранятся в госархиве, были еще использованы периодические издания, но которые тоже, впрочем, хранятся в госархиве. Это «Харбинское время», японская газета на русском языке, и двуязычная русско-китайская газета «Бумбао», что переводится «общественная газета». Я исследовала эти газеты на тот предмет, что как раз в этот период началась его слава, так сказать. В 2004 году, когда он впервые выступил на Христианском союзе молодых людей, и впервые это выступление, пользуясь таким успехом, с таким прошло триумфом, что он сразу же стал известным, популярным. Этот год считается годом отсчета для книги рекордов Гиннеса. Некоторые фотографии, опубликованные в книге, предоставили в дирекции Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лунстрома. Издание вышло в свет при поддержке в Рио губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, члена Совета Федерации Степана Жирякова, руководителя группы компании «Мангазея» Сергея Юнчукова, а также издательского центра культуры Забайкальского края. Автор книги, конечно, это как пионер исследований славного прошлого, фамилия Лунстрома, в истории нашего края, в истории нашего города. И ее книга, это первая книга по данной тематике, которая увидела свет. Тираж книги небольшой, всего тысячи экземпляров. Большинство из них будут переданы в библиотеки Забайкальского края. Однако уже после того, как книга была сверстана, стали находиться и другие интересные документы, касающиеся семьи всемирно известного музыканта. Возможно, что они станут поводом для новой исследовательской работы и изданию новой книги. Екатерина Станиславская, Сергей Рычков, Время новостей. Это были одни из самых заметных событий нашего региона. Программа «Середина земли» продолжается. На связь с нами выходят коллеги из Монголии, Санбайцганум. Чем сегодня поделитесь вы? Здравствуйте, я Алхама, и наши корреспонденты уже готовы рассказать о ярких событиях в Монголии. В этом выпуске все самое важное и интересное. Президент Монголии Цехаги Нильбекдордж – самый многодетний отец среди всех глав государств. Он воспитывает 28 детей пятеро родных, а также 23 усыновленных. Глава Монголии признается, что с воспитанием детей в семье всегда было много хлопот, но с ними помогает справляется его жена. А теперь приходим к другим новостям столицы. Раньше посеешь, раньше пожнешь. Урожайные дни в типографии на Чехово. Сделайте заказ новогодней продукции уже сейчас и получите скидку в подарок. Уточняйте по телефону 209-355-209-056. Монгольская столица посетит заместитель меры южнокорейского города Мокпо. С какими предложениями он выступал и какие новые проекты развития обсуждали стороны – слово нашим корреспондентам. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в области культуры, здравоохранения, экономики и туризма. В том числе и вопросы создания монгольского культурного центра в корейском городе Мокпо. Далее стороны подписали меморандум, чем подтвердили обоюдное желание развивать добрососедские отношения. Выражаю благодарность за принятие решения создать монгольский культурный центр в Мокпо и рада налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в разных сферах. Договоренность между нашими странами открывает возможность наращивания двустороннего взаимодействия не только в спортивной и культурной сферах, но и в здравоохранении. Мы планируем в будущем учить и выпускать высококвалифицированных специалистов в области медицины. Также господин И отметил, что Мокпо является одним из древнейших и главных туристических городов Республики Корея. А это приносит уверенность в том, что дружественные связи между городами Мокпо и Улан-Батором станут только крепче. Дулам, Уноболт, Середина Земли, Монголия. ГОБИ-2016. Более 200 участников фестиваля со всей страны собрались в Аймак и Монгол. Там же побывала и наша съемочная группа. Все подробности у моих коллег дали. При поддержке государства этот фестиваль проводится успешно уже на протяжении 12 лет. Для жителей Аймак и Умнугоф это мероприятие долгожданное. В нем принимают участие фермеры, скотоводы, производители со всей страны. Они представляют экологические и чистые продукты. Овощи, мясо, молочные изделия, например, арул, сушеный творог, а также изделия, сделанные своими руками. Наше государство поддерживает частных предпринимателей, дает необходимые разрешения на продажу их продукции. Участники тесно сотрудничают с руководством Аймака и такого рода мероприятия помогают им открывать для себя новые возможности, которые способствуют правильному развитию их бизнеса. Первый раз в этом году организаторами выступили крупные торговые центры. Мы провели успешную встречу с представителем компании горнорудной отрасли и договорились о том, что со следующего года они тоже будут принимать участие в фестивале ГОБИ-2016. В этом году, кроме 15 самонов, в Аймак и Умнугоф приехали производители из Улан-Батора, Дархана, Увур-Хангая. С каждым годом число участников растет и фестиваль набирает масштабы. В этом году площадь здания, в котором проходит выставка, значительно больше, чем в прошлом. То же самое могу сказать и про количество участников. В 2015 году фестивал проходил в течение двух дней, в 2016 срок увеличился до четырех. Почва в нашем Аймаке хорошо подошла для выращивания немецкого сорта картофеля «Белая роза». Мы собрали большой и вкусный урожай. В этом году продукция представлена иначе, чем в прошлые годы. Многие производители сделали для своего товара специальные упаковки. Я продаю всю необходимую фурнитуру для салона машин. Отмечу, что продажи были очень хорошими. Товара практически не осталось. Мероприятие представляет, пожалуй, если не единственную, но точно одну из немногих возможностей для фермеров, скотоводов, отечественных производителей собраться вместе, чтобы представить свою продукцию и обрести новые связи и клиентов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Середина Земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Дайзи Хаук, о каких событиях вы расскажете? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем, в студии Руслана Гасанова. Рост на недвижимость наблюдается по всему Китаю. По данным Государственного статистического управления страны, в августе средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Не отстают и цены на вторичное жилье. О причинах резкого скачка в материале далее. Из 70 крупных городов Китая в 64-х зафиксированы рост цен на квартиры в новостройках и в 57-ми на вторичное жилье. Такая ситуация, например, в городе Сямынь, где находится крупнейший порт провинции Фудзянь на побережье Тайваньского пролива. Здесь цены отметились самым большим ростом – на 43% за месяц. В Шанхай в августе стоимость недвижимости увеличилась почти на треть, а цены на жилье в Пекине выросли примерно на четверть. «Интересно, что в городах первого и второго уровня в Китае, несмотря на органичительные меры, инвестиционная активность остается достаточно высокой». По мнению экспертов, причина резкого скачка цен на поверхности и вызвана прежде всего высоким спросом. «Высокий спрос спросирован паническими настроениями. Инвесторы стремятся минимизировать риски и вкладывать в средства недвижности, потому что считают этот актив более надежным». Интересно, что в таких крупных городах, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, темпы роста цен на вторичное жилье выше, чем у новостроек. В Пекине с начала этого года было продано около 30 тысяч новых квартир и более 180 тысяч вторичных объектов недвижимости. Однако, по мнению аналитиков, рынок вторички в ближайшее время стабилизируется, тогда как цены на новостройки продолжат рост. Юлия Куц, СИСИ ТВ У меня на этом все. Других событий мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! СИСИ ТВ СИСИ ТВ